Цифровое телевизионное вещание 15 апреля аналоговый сигнал планируют отключить. Новые технологии позволят смотреть любимые передачи в лучшем качестве. Картинка станет чётче, звук богаче и больше никаких помех. Как оказалось, многие жители Ленинского района уже готовы к переменам. Проверяли всё, приставки ставили, работает отлично, всё хорошо. Там всё принимают, всё нормально, давно готово. Ну вообще я планирую позвонить по телефону, позвонить и узнать. Изменения в первую очередь коснутся пользователей общедомовой антенны и частных домов. Для приёма и просмотра 20 каналов в цифровом качестве им необходимы либо современный телевизор, как правило, не старше 2013 или 2014 года выпуска, либо специальная цифровая приставка. Если нет ни того, ни другого, скорее всего, 15 апреля на экране своего телевизора вы увидите лишь информационную заставку, предлагающую настроить ваше оборудование для приёма цифрового сигнала. Если, соответственно, телевизор обладает цифровым тюнером, ему нужна комнатная антенна и непосредственно цифровой телевизор. Если не обладает, он приобретает антенну, телевизор и телевизионную приставку. Чтобы проверить, может ли ваш телевизор принимать цифровой сигнал, достаточно зайти на сайт российской телевизионной и радиовещательной сети rtrs.ru, выбрать вкладку «Центр консультационной поддержки», а затем перейти по ссылке «Всё для приёма». На этой странице можно проверить, поддерживает ли ваш телевизор цифровой формат, или для просмотра понадобится приставка. Достаточно просто ввести название фирмы-производителя телевизора и выбрать из списка соответствующую модель. Впрочем, абоненты системы кабельного телевидения МАУК ВДК перемен практически не почувствуют. Данная станция уже предназначена для приёма цифровых каналов и преобразования в аналоговый формат абонентам тем, у кого нет возможности приобрести цифровой телевизор или приставку. Параллельно аналоговым каналам мы проводим вещания и цифровых каналов. То есть абонент также имеет возможность смотреть, как аналоговые, также и те же самые каналы в цифровом формате. Абоненты, подключённые к головной станции МАУК ВДК, сейчас имеют возможность смотреть более 60 каналов. С отключением аналогового сигнала для них практически ничего не изменится. Все каналы можно будет смотреть как на старых телевизорах, так и на современных цифровых. Сюда, в центральную головную станцию, приходят сразу два сигнала – аналоговый и цифровой. В каком качестве вы будете смотреть телевизионные каналы после 15 апреля – решать вам. Кстати, людям, чей доход ниже прожиточного минимума, в Центре соцзащиты могут помочь приобрести цифровую приставку. Также в Центре соцзащиты могут помочь и с установкой и настройкой оборудования. Этим займутся волонтёры из молодёжной палаты Ленинского района. Продолжение следует...